девочки вы когда начинаете работать пластиком вы должны подготовить свое рабочее место сейчас пока я разминаю скажу немножко слов о рабочем месте на котором вы планируете работать с пластиком во первых первое да у вас должны быть чистые руки то есть если вы вдруг до этого делали какие-то зарисовки карандашом фломастером красками лепили с ребенком пластилином не знаю там пекли булочки с красителем вы должны перед работать пластиком пойти и тщательно помыть руки вытирать лучше не в полотенце которая махровая потому что полотенце оставляет ворсинки на пальцах я обычно вытираю ну либо туалетной бумагой вот либо бумажными полотенцами руки и сама рабочая поверхность я такой пульверизатор перед работой пластик пластиком я все сбрызгиваю водичкой и протираю тоже салфеткой не тряпкой потому что тряпки всегда оставляют ворсиночки маленькие они может вам не заметны на поверхности но когда и да если вы будете катать пластик или где-то что-то касается руками они потом вполне возможно останутся на поверхности пластика и тогда вы их заметно и тогда они будут очень заметны инструменты я тоже вот обычно особенно силиконовые перед работой мой вот смотрите я мыла да на ней уже вот так вот ну налепились какие-то ворсиночки потому что к силиконовым вот этим стеком пыль тоже прилипает если вы работаете в несколько приемов да то лучше пластик и ваши заготовки накрывать салфеточкой вот или хранить в пакете тут еще особое внимание уделите уделите пластику девчонки тем кто как и я работает на подоконнике то есть у меня здесь окно до который очень часто открыто и с улицы может лететь пыль поэтому если вы где-то да там день-два работаете с пластиком лучше так вот открытым не держать лучше всегда полностью закрывать пачку потому что вот эта пыль с улицы осядет потом на ваших заготовках вот или самом пластике то есть очень внимательно аккуратно подходите к работе с пластиком к заготовкам которые вы делаете да особенно если они не запечены после того как пластик запечен принципе можно уже оставлять его не закрытым потому что даже если здесь не налипла или налетела пыль то такую заготовку запеченную да она уже не липкая твердо ее можно спокойно помыть не запеченный пластик очень такой липкий я чаще всего но по большей части пользуюсь вот таким скальпелем вот таким одноразовым хирургическим скальпелем все это покупаю в медтехнике такой скальпель стоит где-то около 170 рублей такой от 50 до 70 рублей плюс силиконовые стеки их на алиэкспресс очень много именно эти я купила в маникюрном магазине набор вот из пяти или шести стеков может какой-то где-то лежит 300 в 300 рублей мне обошелся вот вот этот стек вот эта форма силикона и вот такая как треугольная вот они у меня самые самые ходовые хотя я совсем недавно их купила пока только привыкаю но вот если пользуюсь то в основном вот этими формами но это же дотс это инструменты которых на конце металлический шарик я имею делаю углубление в уголках глаз до ноздри и формирую уголки губ то есть они тоже продаются такие дотики в маникюрных магазинах и многие девочки писали что есть в магазинах фикс прайс тоже набор из дотсов по очень хорошей цене вот у меня самый ходовой вот этот маленький дотсик да опять же для углублений в лечике делаю вот в основном больше никакими инструментами я не пользуюсь есть еще стоматологические инструменты они у меня были но я так с ними не подружилась поэтому их не покупая но это опять же привычки ваши зависит вполне возможно вы купите какую-нибудь там гладилочку и будете пользоваться только ей не нарадуйтесь